Если бы я не занимался спортом, зная то, что через что я прошел, я бы, наверное, учился очень хорошо и старательно. Без 28 меня будет жена. Я быстренько собираюсь, и мы везем детей в школу и в садик. После этого я приезжаю домой, завтракаю. Обычно овсяная каша, молочную кашу. И еду на тренировку к 10 часам. Проходит тренировка. Еду домой, обедаю. Иногда забираю дочку со школы, если успеваю. Могу что-нибудь посмотреть. Сон час, но день часик вздремнул. К 5 часам снова еду на тренировку. Вечером тренируюсь, приезжаю домой. Так, семейные дела. И отдыхаю. В Сибири научились контролировать летирующие капли. В Старый Роскол я приехал первый раз в 2010 году. И, не знаю, мне как-то сразу город понравился. Он даже немного похож чем-то на мой родной город. Добольск. Это два небольших городка. И люди здесь такие добрые, не знаю, отзывчивые. Но город мне понравился. Население тут около 300 тысяч. Поехали из новой части, еще туда дальше уехать. Но я всего еще сам не знаю. Я сюда переехал, потому что у нас не было команды. То есть не с кем было заниматься. Это может быть так. Если бы я в то время попал бы не в Старый Роскол, а в какую-нибудь другую команду, я бы, наверное, там сейчас и за другую команду выступал. Барокамера, она, по-моему, ну, организм кислородом наполняет, наверное. Я считаю, что Толик глубоко порядочный человек, воспитанный, надежный, очень терпеливый, мужественный. И в тренировках, и просто в общении с людьми. Все вот это, ну, в нем видно, чувствуется, что это надежный человек. Такой немаловажный фактор, когда человек не выпячивается, хотя он, как бы, уверен в себе, многого добился, но, тем не менее, он никогда этого не покажет, если он по-настоящему здесь. Сильный человек. Ну, это мое мнение. Лет шесть лет, точно, больше шести лет, мне кажется. Я точно не понял. Когда мы познакомились, ну, как скромный парень такой. Довольно такой интересный, своеобразный, как бы, первое впечатление такое. Вот то, что касается спорта именно. Ну, взять, допустим, я, как бы, специалист по ударной технике. Ну, такой, своеобразный был, наверное. Корявый, наверное. То есть непредсказуемый. Вот сейчас, как бы, маленько пообкисался на то, что он... И сейчас, как бы, не просто читай, мы будем так говорить. Ну, интересный парень. Вот, прибавил в технике, прибавил в скорости. Раньше, конечно, он был очень затянут. Его медленный был. Сейчас хорошую скорость подтянули. Все, вот, отшлифовали технику. Вот и получился в воде хороший боец. Все, слава богу, нормально. Особых таких серьезных травм у него пока не было. Мелкие вот шубы, это как бы... Он не замечает, не обращает на них внимания. У него такой стиль ведения боя. Доминировать. Вести бой первым номером. Ну, тем не менее, он умеет и вторым номером, и на... отходе где-то поработать. Сломя голову, бой не рвется. Все делает обдуманно. М1 Global при поддержке Федерации ММА и Министерства спорта Республики Ингушетия представляет Самое громкое событие уходящего года. Мечта фанатов становится реальностью. Анатолий Токов против Рамазана Эмеева на М1 Challenge 73. Турнир пройдет в новом дворце спорта МАГАС, который вместит в себя более 5000 человек. 9 декабря. Ингушетия. Назрань. Не пропустите.